сегодня 8 июня 2019 год мы приехали для того чтобы построить скамейку и убрать остатки пирсов обязательно возьмите красное ведро здесь вот 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 эти выводе сейчас пойдем посмотрим смазка не будет доставать это же вот вытащите и визра тащите там где лежат бутылки там мордушки это придумали для того чтобы было легко определить где мордушки и не придет не приходилось долго искать их пусто пусто да не знаю почему не тут сейчас мы место сменим просто и все так нужно обратно забросишь прям видно кого-то кто-то масло пролил это мордушку дай мне тут плохо подходить плохо подходить ладно это обратно надо там выкашивать моет жмых и вот это вместе как думаете получится моет вместе жмых и это все нормально вот и все можно мазать его один держит другой поближе только поднести над ямкой там же не столько надо вверх да вверх нет вот только как битва чуть-чуть торчит сантиметров пять десять вот так вот так у меня руки под руки вообще хорошенько что сюда и потом траву надо бы спросить и заколкать травой сначала не траву потом скосить это может конечно топориком под вырубите еще снизу прям под донышком но не не старец вот это лопата шликовая загнута ты не киномудрил покупал хорошая лопата вот смотри я видел роль там с торца тоже шлепнул с торца тоже шлепнул вот тут щель не пробраться вот сильная щель там не промажешь заливать ну залить пролить да не чуть-чуть нормально все сейчас надо поставить что пряменько было можно чуть наискосок даже главное чтобы этот был прямой сверху срез на может бы сначала долл а потом так же и закопание вкусно можно и подождать на самом деле горизонтально нет дату и запахают пока не протирать сейчас нарусандаешь вытаскивать через другую сторону а эти волоски хорошо забиты как и так забили да вообще да кто вставлял они маленькие такие главные вот такие вот тоненькие но на одном гвоздь я его загнул я забил с кем-то хорошо хорошо забил чувствуется там забито метра полтора наверное под руководством игнотики снимали не снимали да игнотики сильно с пирсами как-то он там это работа известна жестокую переделывание это было у нас все снимается все фиксирует и выставляется на пленку вы не против где потолще это был второй-то тонкий нет второй был такой же нет я три загружал два ты не загружал не загружал? нет два загрузили только я же пополам его распилил а такие было два штуки там все нет это я не понял что ты распилил что? я распилил а они взяли вот этот тоненький третий который я мы не знаем что это а то вторую половинку нет нет да нормально давай оттуда давай оттуда а у тебя пилы нету ты хотел оттуда отрубить да ладно пойдет на этом скамейка это небольшая так что ставим посмотри может лишку лишку да? да лишку глянь где? положи эту скамейку ниже она да? да я сейчас смотрю ниже поднимай ее поднять нужно сантиметров до пяти до пяти вот так вот нормально будет если ее прихлопать сейчас еще польем да нормуль 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 она еще притрамбуется и будет то что надо так Дима это немножко в сторону шаг сделают сюда нам нужно утрамбу еще палка деливать все нормально нормально все промажьте да нам нужно трамбопалка говорит мажьте масло гости дорогие мажьте да мы мажем да мы же мажем ну что ты нам все это уже третий раз говоришь да где вы мажете не мажете а кусками накладывайте а вот этого никто не пожалеет да? и торец тоже не забудьте а там земле уже да 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 ага ай ай давай нам потом сейчас натошь натошь клен надо же с канады привезли нам такое растение да? не говори мощное дедоватя скажите зачем вы взяли эту? она конечно не казнистая в плане примежной сейчас надо травой это протереть надо врачу бы клен ну клен привезли в канаду да ясно ну вот из клена все эти все а это да вот клен да я понял вот это клен и нет не знаю там их 100 сортов этих кленов очень твердое хорошее дерево мне понравилось оно для нашего местного строительства как раз осторожней ты не прикасайся я хочу ты это только знаешь тут не ходи куда-то в одно место вот это траву машину отойди и там протереть лопаты там никто не будет шариться да траву конечно я хотел сверху ее вообще да что ей будет пускай гниет так она там гниет так она там гниет пустота будет образовываться да не надо да не надо не траву потом скосить уже да я тут рядом с этим со столбушком да надо эту толкушку какую-то толкушку а ширину какую да вот этот вот здесь какую взять шестик вот этот прям первый который лежит его перевернуть вот который прям лежит вот этот он нормальный будет да вот той стороной а он прибитый а может какую досочку взять а вон тот можно который в воде березовый стоит можно его взять по нашему Юрий Юрий Долгорукий Георгий Долгорукий по нашему уже не Юрий а Георгий ну да я не заталкиваю вот этот спироп вот эту часть а трава грязнючая от этой гористи да а откуда она берется а она это с машин с тракторов отработанное масло которое заливается в двигатель еще какие-то видимо части она берется из-под земли нефтепродукты мазут нам хорошо этот привозил а сначала мазут асфальт потом дизельное топливо бензин Нина Васильевна и сын Сергей привозил нам очень много всяких у него там машина видимо там много ну там входит конечно ничего себе там еще трансмиссии уходит он отсюда видать тоже привал надо как-то придумать почистить бетончик ага ну как обыкновенно просто сухую траву не сырую сухую да дёрнул а сухая она вот лежит прямо под зеленой зеленую раздвинь и сухая на себя примет это все да да а сырая она размазывает она тоже принимает это это немножко смотри туда сюда ну да как-то пока я смотрел смотри смотри гляди сколько вытащили ты снял это? я показывал только сены не поворачивай а то там там голова закружится смотри гляди ну да сейчас уже вечер конечно можно было и вечером искупаться но все да все да а траву выкосили не трамбуем вот трава брат в виде замазана еще не нашел травы да? а вот поглядите вот ее тут много вот здесь раздвиньте вот этот второй и надо будет засыпать сейчас пособирай получше будет стоять помощнее еще раз помощнее будет стоять потомки немного зимы и прошел там это замарал руку надо сейчас траву покоси вот эту Володю которая вот с той стороны от Георгия где он а то гляди он прошел уже у него грязные это ноги хорошо носков нету вот это вот все сделано все да конечно еще сверху долби готов все что пошел инженер Мне надо было солому принести с поля сюда, на засыпку всяких грядок и так далее. Я думаю, как бы её переместить-то? Транспорта нету, так один его спец. И в интернете решил посмотреть гелевые шарики, сколько они поднимают весом. Один гелевый шарик поднимает 4 грамма весом. Много сияну ты не увидёшь. А чтоб купить баллон с гелем, чуть-чуть сюда. И какая сторона сюда, на эту сторону? Любая. Какая лучшая сторона? Вот это вот, вот здесь остро, а вот здесь хорошо. Видишь, в чём дело? Здесь толстый конец, толстый этот самый. Тут можно потом рубаночком пройтись, если что. Да, тут на это никто внимания обращать не будет. Такой здесь, если что. Да оно нормально сидит. Нормально. Можно купить. Так, надо гвозди. Лучше 3. Здесь, там 2. Такая как бы музыка, когда убьёте. Ну, музыка настоящая. Дунь-дун-дун-дун-дун-дун-дун. С этой шляпкой... Жаль. нету пасатель да вот это есть хорошо дать я подержу вот так держу забивай мне не нет это выправить немножко тогда почему уже правиться не нагибается так а потом ты удалять хорошенький давай так за сучок попал нет ну плен да он сухой деревянный не на одном снести маленько туда не на одной линии а он не лопнет видишь как у него идут волосы зря сел а я наоборот чтобы не чуть-чуть не балки сюда вот сел как раз чтобы держалась чтобы пока пригод не живут за этого да вот не в доме ну тут две на два на придется тут один еще один но гвозди поедали себе и нативность страшно любит я помню приехал девяносто штом году начали там строительство здесь корабьев и всегда кривые гвозди он доставал прям мешками и сидел это приезжали вот сколько людей там где-то набирали я не знаю настройка где-то набирали я не знаю даже вот нет у него же много и новых было просто потом новые ящиками стояли а колотили только этими он просто и вот например забор разобрали он старый опять берет и потом опять где выпускает ну то есть вот так вот экономия да у него экономия не знают три сто процентов ну и все всякий посидите патрики по окрин до садитесь занял петли патрин снимать это не зря но веса садись на фоне озера на с ними глядя вора четверо спокойно вошли и все переодевают нет уже можно тут переодеваться всего полчаса работы но про подготовки получат пускай все и уже сидим а могли бы на расслаблено да да уже да немножко видео так бы поплавать конечно мы это сами себе хорошо в конце придумали тут-то а вроде говорит а я хотел это делать вот здесь здрасте гулять уж ты раньше-то не сказал а то я у меня за задатки были когда я его сделал и повез оттуда чернозем сюда перегной с той стороны от батюшки вот сюда перевозил на дорогу вот это самое главное то что мы этот поддон достали вот общего на сколько плавает он там на той стороне в камышах насколько доску их надо собирать это они отсюда все давайте время то идет да все поехали давайте